По этой красивой, но очень крутой лестнице ежедневно поднимаются пожилые люди и мамы с детьми. И каждый раз Евгения Абрамова, руководитель городского департамента админуслуг, переживает. Дому около 200 лет, и он точно строители, которые строили этот дом, не рассчитывали, что здесь будет центр админуслуг. Центральный офис департамента административных услуг на улице Преображенской – это всего три небольших зала и маленький ресепшн. Здесь у нас маленькое помещение, оно не соответствует стандартам, но другого пока у нас помещения нет. С вопросами относительно прописки, выписки, лицензии, декларации, разрешения, согласований сюда ежедневно приходят сотни людей. Прописать ребенка совершенно можно. Тут давно наладили предварительную запись по телефону, разделили потоки людей, пришедших за консультацией, сдавать документы или получать уже готовые. Организовали смс-оповещения и видеонаблюдения. Но в таких стесненных условиях все равно то и дело возникают вспышки недовольства. И работа с посетителями, и обработка документации, и обучение стажеров – все происходит одновременно в этих залах. Это у нас Приморский районный отдел, находится он в здании Приморской районной администрации. Еще и три рабочих места, и стол для документов, архив, все вместе. Маленькие, заставленные столами кабинеты, пара стульев в коридоре, доска объявлений. Вот и весь центр админуслуг в Приморской районной администрации на Канадне. Центр админуслуг не приостановил свою работу, даже когда пару месяцев назад у соседей сверху прорвало трубу. И полуподвальное помещение, где располагается зал выдачи готовых документов, сильно затопило. Мы пытаемся высушить это помещение. Толстые стены из ракушечника сохнут долго. Даже принастишь открытых окнах, запах тут стоит специфический. В таких условиях у нас люди принимают пищу. Больше у нас нигде было организовать микроволновку, коктейник. И тут у нас и архивы, и серверная, и кладовка, все в куче. А там серверная, а теперь она закрытая. По узкой лестнице мэр поднимается на второй этаж. Там работает юридическая служба центра. А вы здесь как-то скорейщик, где-то наверху. А, я так и называю скорейщик. У нас башня. Да, башня, да, башня будет получше. Мы выше всех, и у нас есть окно в потолоке. Больше никакого нет. Хорошо, вы знаете, что переездить? А. Ну, и что, как? Готовимся. Дизайнерская группа под руководством Михаила Ревы в который раз анализирует каждый метр пространства. Новый муниципальный центр, в котором ежедневно будут взаимодействовать тысячи людей, должен быть и удобным, и привлекательным. Мы все набегаются в длинные стекла. 20-30 лет назад, 40 лет назад мечтали о том, чтобы свести структуру городскую в одно здание. И никто не решался это начать. И, конечно, вот так это сделать, пацаны переехали в красивое здание. Не получится. Со 2 сентября муниципальные структуры начинают постепенный переезд в новый центр. Фронт-офисы самых востребованных услуг, социальных и административных, переселяются первыми. Пространство больше и условия для людей лучше, потому что сегодня они вынуждены сдавать документы. Иногда даже и в коридорах, иногда негде сесть, чтобы подождать, чтобы сдать документы. Тысячи документов, сотни папок с документами, десятки коробок с документами. В Управлении социальной защиты населения в Киевском районе целую комнату пришлось выделить под архив. Иначе было невозможно. Все рабочие столы завалены. Тут же у нас принимается тоже заявление от переселенцев. На детские пособия у нас все идет по записи. Для переселенцев у нас живая очередь. Как бы тщательно сотрудники управления не продумывали схему работы, все равно все упирается в возможности помещения советского типа. Узкий коридор, много маленьких закрытых кабинетов. Все это не планировалось для этого здания, поэтому так оно и получилось. Мы, конечно, были бы рады, если бы было больше помещений. Планируется на Королево-9 создать прозорый офис. Да, да. Единое пространство, прозорый офис, где будет все очень по-современному. По Европе. Ждем, не дождемся. Но даже в таких условиях сегодня тут помогают тысячам людей. Если два года назад у нас было получателей около трех тысяч, то на сегодняшний день у нас около 23 тысяч получателей субсидий. У нас не было переселенцев, сейчас они у нас есть. Их у нас в Киевском районе, мы вторые после Приморского, у нас уже около 9 тысяч переселенцев. А это главный офис городского департамента труда и социальной политики на улице Льва Толстого. Лестница, коридор, кабинеты. Привычная картина. Бросается в глаза венецианская штукатурка. Так сотрудники в шутку называют обшарпанные стены некоторых кабинетов. В каждом по 3-4, а то и по 5-6 рабочих столов. Основной прием граждан проходит в этом небольшом помещении. Его единственный плюс в том, что оно расположено на первом этаже. Неудивительно, что любимую дворовую кошку социальные работники прозвали печалькой. Люди не хотят работать в таких условиях. Да они и не могут работать в таких условиях только потому, что они не соответствуют никаким требованиям. Елена Китайская заметно воодушевлена. Конечно, переезд – дело сложное. Но как же приятно произносить слова, которые становятся реальностью. Большой ресепшн, комфортный зал ожидания, комната матери и ребенка, электронная очередь, интегрированные социальные услуги. Здесь будут представлены интегрированные услуги. То есть любые виды социальных услуг, которые представлены в городе, будут оказываться в одном месте. Независимо от территориальности можно будет обратиться за социальной услугой. Департамент труда и социальной политики уже несколько лет сотрудничает с ЮНИСЕФ, перенимая опыт кейс-менеджмента, комплексного подхода к решению социальных проблем. А новый современный офис позволит эффективно использовать полученные знания. Городской центр интегрированных услуг на улице Косовской – это 15 тысяч квадратных метров. Уже заявленный принцип – люди заходят, консультация, зона ожидания, прием, здесь выдача, разограниченные потоки, для того, чтобы люди друг другу не мешали. И тут просторное помещение самое главное. Создание с нуля центра интегрированных услуг – это грандиозный проект. В мэрии приняли решение использовать уже существующее здание и автоматически реанимировать увядающий район Одессы. Очень ответственно было выбрать само помещение и сам район, микрорайон города, на котором все поставили крест. Потому что рядом кладбище, потому что рядом еще что-то, предприятия развалившиеся, края, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что не только мы волнуемся. Волнуются те, кто нас поддержал, и волнуются те, кто нас критиковал. А вдруг у них получится? Получится, получится. Продолжение следует...